Быть членом объединения совладельцев многоквартирного дома в Одессе значит постоянно бороться за свои права с чиновниками или бизнесом. Гарантированную законом свободу коллективного владения собственностью жильцам приходится защищать самостоятельно по принципу «мой дом – моя крепость». Четыре года назад жильцы дома по адресу Пешоновска 22.1.2 организовали ОСМД. Управляющая компания, частное предприятие, сервисная компания «Комфорт Одесса» отдала документы, да и то не все, только через год по решению суда. Одновременно с домом построили котельную, которая тоже должна быть коллективной собственностью жильцов. Котельная официально вообще строилась на деньги инвесторов, которые покупали эти дома с котлована. У меня тоже есть официальный документ. Поэтому все жильцы, которые живут в этом микрорайоне, являются хоть один кирпичик, как я говорю, но они являются совместными пользователями этой котельной. Воронюк Сергей Иванович, это директор управляющей компании, зарегистрировал котельную по подложным документам. В государственном реестре вещевых прав на недвижимое имущество собственником котельной действительно значится частное предприятие сервисная компания «Комфорт Одесса» на основании акта приема-передачи от застройщиков. В рамках уголовного производства показания дал директор компании-застройщика одесский ремонтно-монтажный комбинат Павел Шапрам. Помещение котельной сервисной компании «Комфорт Одесса» не передавалось. Никаких договоров и актов приема-передачи нет. Директор комбината не знает, на каком основании сервисная компания зарегистрировала право собственности на котельную. При наличии новой котельной в доме холодно, а счета на оплату отопления приходят регулярно. В здании 94 квартиры и 130 жильцов. Среди них много пенсионеров и детей. Есть и многодетные семьи. Я поставила счетчик. Температура входящая 39-40 градусов. Это температура теплоносителя. О каком тепле может быть речь, если в квартиру подается вот такой теплоноситель 39-40 градусов. Когда по нормам должно быть 60-70 градусов. Стоимость газа была 8,50. Не изменились стоимость газа. Почему не пересчитали стоимость тарифа? Почему он остался 30 гривен за квадратный метр? Я считаю, что нужно провести какую-то независимую техническую экспертизу, аудит. Провести. Почему котельная не подает должного тепла? Собирая деньги жильцов, управляющая компания получает компенсацию за отопление. То есть одна услуга оплачивается дваждой. По этому факту начато уголовное производство. Жильцам пришлось столкнуться и с другими проблемами. При передаче дома собственность ОСМД управляющая компания должна была привести его в надлежащее техническое состояние. Мы заказали экспертизу в Черноморском экспертно-техническом центре Гоструда. У нас есть официальная экспертиза, где написано, что лифты неработоспособны. И поэтому мы за свой счет их восстанавливали. Также опасность представляла канализация, так как у нас постоянно подтекала щитовая в доме. Жильцы дома на Пишоновской ждут окончания расследования и решения суда.